Документалист Марина Разбешкина даже на отдыхе в Нью-Йорке не перестает делать то, что делает профессионально, со страстью и интересом, старается запечатлеть жизнь. Ее метод, и на этом методе построено обучение в ее школе документалистики в Москве, подойти к человеку очень близко, войти в его личное пространство, при этом ему не мешая, и увидеть то, чего раньше никто увидеть не мог. Русская культура практически не занималась никогда горизонтальным пространством человеческой жизни, она занималась только вертикалью оппозиции добра, зла, бога, дьявола и так далее, а мы занимаемся реальным человеком и реальным его пространством. Нас интересует, что человек ест, что он пьет, как он разговаривает с женой, как он выходит из дома и так далее. Вот эти мелкие какие-то вещи, которые на самом деле НАСА создает. Марина говорит, что политических фильмов не делает, но когда ее учеников захватывает политическая тема, она помогает над ней работать. Так было с фильмом «Зима, уходи» про президентские выборы в России в 2012 году. Этот фильм снимали сразу 10 ее студентов, а фильм ее ученицы Беаты Бубенец «Чечен» про чеченца, который в Украине воюет против русских. Марина считает, что в современной России выпускникам ее школы будет непросто. В этой атмосфере не может ничего развиваться, может развиваться только сопротивление. Мне кажется, что искусство не может сосредотачиваться только на сопротивлении, что это абсолютно ненормально рождать революции. Но сегодняшняя позиция государства – это позиция людей, которые вызывают других к сопротивлению. Один из учеников Разбежкиной, Павел Лопарев, пришел на ее мастер-класс в Бруклинской библиотеке. Его последний фильм «Дети 404» о группе поддержки российских ЛГБТ-подростков. Тема вполне себе политическая для России, где ЛГБТ-подростки подвергаются издевательствам, а взрослые по последним законам, принятым в стране, не имеют права сказать публично, что эти дети абсолютно нормальны, просто другие. И это как раз вопрос в том, что это изменение фокуса. Когда ты начинаешь обращать внимание на другие детали, и кино оказывается где-то очень рядом. И кино, оно как раз про… очень рядом, на расстоянии вытянутой руки, я не знаю. Это то открытие, которое дарит Разбежкина. Слова «духовность», «художник» с большой буквы, «миссия» в школе Разбежкиной запрещены к употреблению. Она отметает пустой пафос. Преподаватель она строгий. Меня сложно залить слезами, я не реагирую на слезы. В меня можно уткнуться, но результата не будет. Я недобросердечна. Я считаю, что режиссер должен закончить фильм, и единственное только смерть ему может помешать закончить. Все остальное не должно мешать. Даже тяжелые болезни. Вот умер, ну тут куда денешься, умер. Разбежкина хочет, чтобы люди приходили к осознанию ценности собственной жизни, приобретали собственное мнение и сами находили важные ответы на важные вопросы. Виктория Купченецкая, Сергей Гусев. Специально для Настоящего Времени. Из Нью-Йорка.